Объединиться, чтобы действовать – это девиз сочинцев старшего поколения. Пенсионеры и ветераны города сегодня активно пытаются вместе решать наболевшие вопросы. Много организаций занимаются ветеранами, но между ними нет взаимопонимания. Часто одна сторона просто не слышит другую, отмечают пожилые сочинцы. Поэтому сесть за стол переговоров и скоординировать эту работу сегодня просто необходимо, считают они. Главная задача встречи лидеров общественных организаций – это создание единой информационной площадки, одной из которых на сегодняшний день является создаваемый Народный университет, имеющий собственное печатное издание, городскую газету «Возраст счастья». Во всех этих начинаниях сочинцев старшего поколения поддерживает общество знания. Работа уже идет. Это не то, что эта встреча первая и что будет дальше. Общество знания со своей стороны активно проводит образовательные программы. Ведь, опять же, у каждого из нас есть какие-то вопросы. Межличностного общения, личностного роста, проблемы семейных отношений. Это все то, что сейчас уже в рамках Народного университета, ряда других структур. То есть мы не делаем что-то вместо кого-то. Мы помогаем стать более успешными тем программам, которые в городе уже есть. На мой взгляд, это очень важно, очень нужно. И я вообще рад, что эти предложения находят отклик в обществе. Лидерам Красного Креста Советы рационализаторов, общества ветеранов всех районов подсказывают, на чем сосредоточить усилия, какие направления выбрать в качестве приоритетных, как правильно выстроить взаимоотношения с органами власти. Помимо злободневных вопросов транспорта, медицины, ЖКХ, сочинцев серебряного возраста заботит и их досуг. Они хотят активно участвовать в культурной жизни курорта. Нам совершенно не хотелось бы, чтобы люди, уходя на пенсию, считали, что жизнь их закончена. Наоборот, мы в своей газете, не зря мы назвали ее возрастом счастья, мы считаем, что именно в этом возрасте наступает истинное счастье, потому что есть много свободного времени и есть большой опыт. У сочинцев старшего поколения должна быть достойная старость и стремиться делать жизнь своих родителей более комфортной – задача каждого. В Сочи для этого реализуется много программ, а с помощью подобных встреч узнать о них сможет каждый горожанин. Галина Моисеева, Ингагабеш и Адемид Даниловский, телекомпания «ФКТ».